Всем привет дорогие подписчики и в этом видео я для вас снова подготовил крутую подборку тем для вашего смартфона Xiaomi, чтобы вы его смогли прокачать и сделать его более крутым и универсальным. Что же дорогие зрители, давайте начнем не теряя ни секунды. Переходим в настройки, переходим в темы, магазин тем. Эти три темы крутые я уже скачал на свой смартфон, чтобы вы смогли скачать их название я оставлю в закрепленном комментарии. Поэтому если они вам понравятся, вы сможете в комментариях найти их название и в своем официальном магазине тем по названию их найти и скачать. Что же, давайте смотреть. Первая тема называется Illuminate. Применяем, ждем пару секунд. Смартфон ее сейчас устанавливает, адаптирует под себя и смотрим, что из этого получилось. Классная тема, она мне очень понравилась. Такие иллюминации, она минималистична и очень все четко видно и читабельно. Смотрим, как выглядит экран блокировки. Все очень просто, минималистично. Только лишь месяц, число и время. Все. Как у нас выглядит шторка уведомлений. Вот, она мне очень понравилась, особенно шторка. Все-таки, ну такие маленькие ярлычки, движущийся читабельный текст. Поэтому все классно смотрится. Меню настроек, как у нас смотрится. Меню настроек стандартное. Так, как у нас смотрится теперь меню сообщений. Вот, такой, видите, красного цвета. Подсветка разноцветная. Вот, меню вызовов стандартное. Классная тема, она мне очень понравилась. Большое расстояние между ярлыками приложений. Все четко видно, в глазах не путается. Вообще классно. Если вы захотите сделать тему вашу, к примеру, черного цвета, здесь есть в меню уведомлений, шторку опускайте. Вот, темный режим называется. Нажимаете его. Все, у вас та же самая тема, но темный режим в обычных менюшках. В настройках темный режим. Соответственно, в книге, адресной книге тоже темный режим. Но если вам надоел, отключайте его, у вас стандартный белый режим. Ну что ж, давайте теперь возвращаемся к нашей второй теме. Так, называется она Color LOS 6. Вот, применяем ее и сейчас смотрим и оценим, насколько она круто смотрится. Она тоже довольно минималистична, но вот эти узоры, они мне очень понравились, поэтому захотелось поделиться ими с вами. Ярлыки у нас круглые, расстояние широкое между ними, читабельный приятный текст. Шторка уведомлений темная, ярлыки круглые тоже. Менюшка наше сообщение вот такая вот. Сверху такая вот, ну как, волны. У нас меню настроек то же самое, волны. Нестандартное расположение текста тоже. Меню уведомлений вот круглое. Меню настроек, то есть, так сказать, блокировки экрана тоже все минималистично. Время, дата, в общем-то, все на этом. Классная тема, мне она очень особенно понравилась, это этими узорами, поэтому вот они мне понравились. Переходим к нашей третьей, последней теме. Тоже она довольно классная, особенно для тех, кто любит фильмы «Пстители». «Авенгерс». Применяем эту темку, она очень яркая, мне она понравилась. Возможно, даже я ее себе оставлю на этом смартфоне. Смотрите, все как классно смотрится. Ну, реально классно смотрится. Разноцветные у нас ярлыки, много разных цветов. Меню уведомления, смотрите, как классно смотрится. На заднем фоне «Авенгерс», ну, значок их фирменный. Такие прямоугольные черного цвета ярлыки нашего функционала. Ну, классно смотрится, реально. Меню настроек у нас прозрачное, тоже классно смотрится. На заднем фоне у нас название этой темы. Реально классно смотрится. Так, менюшка сообщений и вызовов. Менюшка вызовов у нас классно набирается текст. Видите, так по-особенному. Мне очень тоже понравилось. Меню сообщений, ну, тоже прозрачного цвета. Так, меню у нас блокировки экрана. Ну, тоже здесь он стандартно. Ну, практически стандартно. Ярлык большой название этой темы. Тема очень классная, мне она понравилась. Поэтому, кому она тоже зайдет, можете установить на свой смартфон. И, так сказать, будете хиповать перед своими друзьями, пацанами или девчонками. Ну, что ж. Вот такие вот три классные темы. Их название, я напомню, оставлю в описании под этим видосом. Поэтому, кому они понравятся, можете скачать, установить и пользоваться. Спасибо всем за внимание. Всем успехов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok